Привет, мальчики, девочки и прочие засранцы! Сегодня мы играем с вами в потрясающее новое дополнение Чёрная Манда, ребята, чёрная Манда Новый персонаж для Injustice 2 Я надеюсь, котик не будет мне мешать Тут котик рядом, ребята Ребята, любителя котика Поликису Вот в котике Киска, киска, киска Посмотри в камеру, посмотри в камеру лайка не поставит Вот, видите? За него, ребята За моего маленького котика За моего котяру Его все любят, я сегодня разносчик пиццы приходил Он аж по ошибке мне принёс пиццу, которую я заказывал Чёрная Манда О, постой, его не Чёрная Манда зовут? Я был абсолютно уверен, что его зовут Чёрная Манда Оказывается, этого парня зовут Чёрная Манта Твою-то мать Ребят, ставим пальцы вверх Делимся видео с друзьями Потому что сейчас мы увидим концовку за Чёрную Манту Узнаем, что же это Это Манта Что же эта Манта хочет от жизни, от мира? Black Manta Давай, пойдём Ребят, для меня это абсолютно неизвестный герой Я сразу говорю, для меня это неизвестный герой Кто-нибудь может мне кратенько Ребята, ну Google это неинтересно Википедия это неинтересно Ну как, знаете, Вики по персонажу Ребята, просто напишите мне в комментариях Кто этот чувак и что он тут делает Потому что для меня Чёрная Манда вообще О, Господи Как я понял, он охотник за сокровищами Ты с Богом не сравнишься Бог, это естественное развитие Нихрена себе у него силы Я, кстати, не знал, кто такой Чёрная Монтану Как я понял По его способностям Он нас специализируется на поиске сокровищ У меня сейчас нет к нему никакого снаряжения Мы устроим стримчик, где я его прокачаю Выбью ему снарягу элитную На планетке тут, на одной из планеток Мультивселенных Чёрт, за него играть, кстати, легко Я сейчас давно не играл, но при этом Я вообще не напрягаюсь сейчас, играя за засранца О, он летать умеет ещё, оказывается Причём свободно Ну всё, парень Давайте, нет, давайте супер приём на потом сэкономим Чтобы потом уже использовать Ох ты чёрт, он меня первого сделал Ха, получай крокодильчиком врыло, сраный урон Мне нравится, ребят, мне нравится этот засранец Чёрная Монтан Мой новый любимый герой У меня был Робин любимым героем, ребят А у вас какие любимые герои? Вы нажастиси Чё, давай, не, не Чё, у меня стол трясётся А можно как-то вмазать ему вот ноги? Нет, с ноги не, нельзя Чё, то есть у него атака дальняя О, нормально попали Да Как больше урона Неплохо Насколько я знаю, он с экваменом дерётся То есть он тоже подводный засранец Вот этот манта чёрный Оказывается, кстати, я всегда думал, что это чёрная манта То есть как бы женского пола Оказывается, это мужичёр Ещё хеллбоя обещают выпустить И ещё одного засранца, чё, ими я забыл Вы спросите, когда это всё будет? Как я понимаю, герои как по-прежнему будут выходить в середине месяца Раз в месяц по герою Я здесь не жертва Ой, мне, мы проиграли, ребят Ну тут 100% всас Всас был О, ребят Чё-то я, ребят, зажрался Думал, что с первого раза одолею Но в итоге я немножечко, ну вы поняли А вы думали, я что, за манту не затащил? Затащил. Просто я... Своё оправдание. Так как я знаю, вы будете говорить, что я лох. Я не так... Ух ты, нихрена себе, он эпичный. Герои действительно смотрят на взрывы, ребята. Так вот, ребят, своё оправдание скажу, давно не играл. В Injustice я не играл ровно месяц. Вот с тех пор, как вышел предыдущий герой, ровно месяца не играл. Кто он? Starfire. Я-то не смог застримить. Я то ли уезжал, то ли мне инет отключали. Вот не помню, что тогда стало камнем преткновения, но... Могу сказать одно, ребята. Ох ты, Грут. А, Грут, Грот. Я должен здесь быть главным. Не понял. Ты отнесёшь это непонимание в могилу. Сраный урод! Господи, я хотел нормально ударить, но что-то не получилось. Да ракетами, манта, манта, ракетами. Ну, манты классные, прям. Мне понравилось то, что я сейчас испытал. Правда, как полётом пользоваться полноценно, я так и не понял пока. Ха, получай. А, нет, больно. Ха. Шесть приёмов со сгоранием шкалы. Ну, попробуем. Или не попробуем. Ну, иди сюда. Ну, давай, обезьянус. Покажи мне своё пузико. Ребят, мы справимся. На самом деле, играть за манту очень классно. Классный герой, ребят. Если вы ещё думаете, Евгена, покупать ли мне манту? Я не знаю, кстати. Его, по-моему, отдельно может быть, чуть-чуть через некоторое время, в принципе, как и всех героев. У меня-то пупинг пак уже давно с героями. Как игра вышла, я практически сразу этот набор с героями не купил. Так что мне будут доступны все девять героев. По-моему, ещё из Мортал Ком это героев завезут, но это будет зимой уже. Ну, или прям глубокой зимой, когда там январь, февраль и так далее. Потому что игру поддерживать буду долго всё-таки. Ах ты чёрт, засранец всё-таки смог меня пронять. На другую локацию его, кстати, можно было, по-моему, перебросить, но я этого чё-то не сделал. В следующий раз. Чёрная манта, конечно. Тоже ещё. И чёрт, вот откуда он взялся? Откуда её такое оружие мощное? Просто его никогда не видно в игре. Его никогда не было видно в игре. И он кажется таким странным героем. К тому же охотник за сокровищами. Это что, какой-то исследователь, который решил искать сокровища супергероев? Но он явно под воду. У него некоторые атаки связаны с тем, что он выныривает из-под воды. Ты вроде нестабильный. Я могу стать ядерным за секунду. Я тебя потушу, девочка. Получай ракеты в рыбах. У него далеко, кстати, не все прям силовые. Усно он использует свои гаджеты. Бьёт он всё-таки, он бьёт, конечно. Но он кинжалом и... Но видно, что он явно этот человек, который пользуется супер-технологиями. Разного рода. Мне, кстати, даже такие герои... Ну, я не знаю, нравятся отчасти. Как Робин. То есть, по сути, у Робина же нет сверхспособности. Он просто скиллованный монах. Он монах Шаулини, супер-скиллмен. Ну-ка. О, далековато находится этот парень. Ну всё, фаер-шторм. Сейчас получишь на свои фаер-штормы из жопы. Твою мать, я не смог. Твою мать, Женя не затащил. Получай, пощай. Давай, закончим с этим. Мне интересно, какая концовка будет у Монты, что он все сокровища мира себе соберёт. Не удивлюсь. Терпеть не могу этих жадных искателей сокровищ, чёрт возьми. Помните из мультика Warner Brothers этого рыжбородого старателя? Мне кажется, это рыжбородый старатель, который с Твитти дрался. По-моему, он же с Твитти дрался, этот рыжбородый старатель. Или нет? Не помню, ребят. В мультике Warner Brothers я смотрел в далёком детстве. Я там был мал. Но чёрт, азиат, ностальгия. Так вот, я думаю, что это он. Рыжбородый старатель мира Дизи... Ай, нет! Твою мать, мне дали по щам. Ну ладно. Зато красиво. У-у-у, ядерный удар. Северная Корея, ребят. Типа отсылки, отсылки к актуальным темам. Ох ты чёрт, вази! Это был северокорейский ответ. Я представляю, что вот этот парень ядерный. Firestorm это северная Корея, чёрный манты, это южный, типа супертехнологии против просто ядерной энергии. Нормально. То, что надо. Кстати, на последнем кусочке здоровья. Донышко. Я сейчас практически всё время в файтинге. Почему? Я не знаю. Я не знаю, как так получается, если честно. Просто так выходит, что как-то вот то Инжастис, то Наруто. Наруто, конечно, анимешная игра, но чёрт возьми, файтинг. Чёрт возьми, хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Наруто у Зумаки на первом месте. Я анимешник, ребята. Я всегда им был, есть и буду, я этого не стесняюсь. Вчера ходил гулять с флагом. Я люблю Наруто. Люблю убивать монстра. Твой гнев. Попробуй мы тем, кому не пихуй. Ну и атак слишком много, слишком много замахиваться. Надо быстрее атаковать. А троцитус, чёрт. За троцитус я, кстати, тоже ведь играл, и он классный, классный чувырлок. Мы за всех героев здесь, кстати, делали концовочки, ребята. Если вы какую-то не видели, добро пожаловать в описание. Там имеется плейлисту. Японский плейлист. Вот это вот подныриваешь, и нормально делаешь красоту. Да твоё, да, да хватит меня жечь, а. Чёрная манда сейчас тебя отмудохает. Сейчас я киса, я твоего кота сейчас на шаурму пущу. Понял? Ашот. Я сейчас твоего кота пущу на шаурму. И мне, мне всё равно. Пущу кота на шаурму. Постой, я сейчас могу его бросить в параллельную вселенную, да? Я, пожалуй, воспользуюсь этим правом, по-моему. Я хочу красиво, чтобы было. О, не успел взлететь. О, сейчас будет пизда. Нет, мне пизда. Нет. Чёрт возьми, он жжёт меня. Надеюсь, костюм хотя бы противоогонный. Я хотел его отправить в ад, потому что по здоровью мы можем. Мы можем сейчас по здоровью. Лишь Батротсус первый это не сделал. Ну-ка. Твою мать, Тротсус опять с этой стороны ринга. Ну, не получается у меня на другую лобку его перекинуть. Ай, попик, давайте снова устроим ад. Хотел на другую лобку его перекинуть, на локацию нижнюю. Но не получается. Упёрся, застраивался. Да-а-а-а. Лежать. Падал. По-моему, это укороченная версия. Я рад, что они ввели укороченной версии фаталити. Ну, по сути, это не есть фаталити. Так как здесь нету, ну, классического фаталити. Это вот, считаю, но... И, чёрт, я рад, что его ввели. Так как раньше, ну, это длинная фаталити. Смотреть в конце боя, как у противника уже всё хп слито. Ну, мне кажется, неинтересно. То есть хочется... Вот, это финал, ребята. Сейчас получим концовочку. Вы ждёте этого, я жду. Евген, это не секретная концовка. Её можно... Это не секретно, все знают. Как её получить? Не знаю, не знаю. Ты же не планировал меня встретить? Нет, не планировал. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Главное, в правильной стойке делать вот это всё. Ну, понимаете, как он использует гарпун? Вообще классный, но... О, всё, ребят, всё сейчас в дичь будет. Вот, лежать. Падаль. Свою мать, опять он лапу использовал. Ярик лапа. Ну всё. Я тебя вскрою, девочка. Отправляем на орбиту. Нет, далеко ты не улетишь. Да, испепели его. Молодца, чёрная манда. Нет. Его рука, это просто чит, на самом деле. Я считаю, что это лютый чит. Где, кстати, мой кот? Он ещё куда-то делся, не по этому. Ну, вообще, дверь открыта, я сказал, чтобы Лиза его вывела. Если что, просто котяры часто, понимаете. Ну, коты, они такие, они сидят в одной комнате. Котам нужно, как бы, пространство для любви и для жизни. Поэтому с котами трудно. Ух ты, чёрт. Не, мы можем не проиграть, не победить. Жёстко, жёстко, жёстко. О, пизда! Всё, ребята. Мне пора текать с города. Меня сейчас встроят. Не, небольшой шанс победить есть. Если мне сейчас снимут, не всё здоровье. И нам повезёт, может быть. Евген лох, его вскрыли! Да, я... Ребят, не всегда же побеждать. А иногда надо уметь проигрывать. Главное, делать это достойно, на самом деле. Потому что главное не победа, а главное участие. Поговорка всех лохов. Чё, у тебя больше ракет нет, что ли? Ха, отправляйся на трон сидеть, паскуда-тварь. Ааа! Не, в коленку. Ну, в коленку ж больно. Ну, ладно, я пал, ребята. Я пал. Попытка номер два. Господи, на пятый раз, ребята. И знаменитое падение черепа Женечки. Хотелось, Женечки. Брейняка. Вот. Знаменитое падение черепа Брейняка. Который... Брейняк же, по сути, тот же Галактус. Только немножко другой. Он же похож, ребят. Вы согласны, что Брейняк и Галактус это практически братья? Мне кажется, в каком-то диком кроссовере вселенной они могут быть братьями. В диком вообще. Нереально. Брейняк украл Атлантиду. Я могу сказать ему за это спасибо, но этого было мало. Крест у Артура Карри должно было исчезнуть из истории. Пропасть. Затеряться. Как оно того заслужило. Я нашел подходящее место, которое охраняли самые свирепые хищники на земле. Когда Татур Карри убил моего отца. Теперь, когда я уничтожил его колесом, я остался лишь покончить с самим королем. Только тогда я отомчу за убийство отца. Что-то тогда я обрету покой. Нормально. А кто же Аквам? Собирается ли он встить за свой народ? Нет. Он встил за пришельцем и амазонкой. Ну и пусть. Это его не спасет. Постояние с инопланетным уродцем Брейняк, но эти трое слабы и быстро пойдут на корм рыбам. И когда они умрут, мне же скажут спасибо черному Монте. Норман. Нормана. Мне понравилось. Черт возьми, ребят. Я даже не знаю. Честно, я не знаю, ребят, что тут сказать. По-моему, это все, конечно, это все, конечно, очень неплохо. Мне понравилось. Мы что-то выиграли интересное. Я получил какой-то суперкубок на это. Ух ты. Неплохо я сыграл. Да, ребят? Я молодец. Мне даже золото дали. Я не ждал от себя. Мне нравится. Мне нравится. Ящичек. Я получил ящики. Жетон. И вечный... Вечный алый. Давайте... О, вселенная закрылась. Давайте мы сейчас прокачаем нашу Монту. Мне кажется, Монта может немножечко... Ну, вкачаться. Как сказать? Что тут сказать? Монта должна вкачаться. Да, да. Монта. Да, я хочу вкачать свою Монту. Может быть, что-то и удачное нам выпадет? Нет, только к Джокеру и какие-то сапоги для Робина. Ну, возьму сапоги. Нам, по сути, и то, и то мне не особо подходит. А сразу продать, кстати, нельзя? Нет, нельзя. Ну, и, собственно, ладно. Давайте серебро посмотрим. Что у нас здесь? Как вам, ребята, Монта черная? Мне понравилось. Неплохо. Необычный герой. Играется он не так, как стандартный, я бы сказал, к которым я уже привык. Следующий ящик, пожалуйста. Новая голова. Джокер. Пружинный нож. Нормальный для женщины-кошки хлыст. В принципе, никакого интересного снаряжения нам не дали. Ну, хотя чего ждать от серебряного ящика, собственно. Ладно, неважно. Давайте посмотрим. Черная Монта. Она где-то здесь находится. Я где-то ее тут видел. Скорее всего... О! Для него что-то новое есть. Для этого засранца. Нагрудник. Костюм Голубин. Версия 4. Ну, разница небольшая, черт возьми. Они все примерно похожи. Они все примерно там. И, видите, да. Вечно злой. Если альтернативный... Мне нравится вот этот больше. Я люблю контрастные всякие костюмы. Бог. Бог альтернативный. Демон. По-моему, то же самое. Демон. Во! Это прям вот вообще зло. Зло абсолютно. Турнир. Электрум. Главарь Немо. Главарь Немо, ребята. Главарь Немо. Немо. Я вспоминаю рыбку. Сабдиего. Грехи отца. Это, видимо, из комикса Грехи отца. На Человека-паука чем-то похож. У Человека-паука вроде тоже был какой-то комикс. Типа Грехи отца. Не помните, ребята? В общем, нормально. Ребята, немножечко вкачали Манту. Поиграли за нее. Я думаю, мы сделаем отдельный стрим по этой самой манте. Потому что тут есть вселенная, есть мир. Специально для этой манты, чтобы прокачать ее. Просто вкачать ее, как сосредует. Давайте посмотрим. Доступ вот оно. Плененный морем. Вы тренировались, совершенствовались. Разрабатывали смертоносное оружие. Готовились к любой случайности. Теперь вы должны отомстить Эквамену Земли 7251. И пусть ничто вас не остановит, и это будет доступ к снаряжению. То есть мы получим какую-то крутую снаряду. А вот какую именно, мы узнаем с вами уже на стриме завтра. Если вы смотрите этот ролик сегодня. Какой сегодняшний день? Неделя. Если вы смотрите ролик сегодня. Блин, как тяжело. Раньше на айфоне вот они обновили. Раньше нормально было. Сейчас как-то дерьмово. Если вы смотрите этот ролик 12 сентября во вторник. То в среду. Поздравляю. Мы будем стримить урок в какое-то время вечера. Может в 5, в 6, в 7 вечера. Где-то так по стриме мы... Подписывайтесь на мой ВК, чтобы стримы не пропускать. На мой Дискорд. Ссылка на него тоже есть в описании. А также... Добавляйтесь, друзья, в ВК, ребят. Добавляйтесь. И на канал подписывайтесь. Так стримы не пропустите. А еще есть колокольчик поставить. Так вообще будет отлично. Что же, ребята. Жду вас в следующих видео. Надеюсь, маманта понравилась. Пока.